Динамо Алтай 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 что нашли возможность приехать к нам, ну а мы как хозяева постараемся, во-первых, принять гостеприимно наших гостей, а во-вторых, выступить достойно перед своими болельщиками. Михаил, а как у нас обстановка с хоккеистами? Это доступный спорт? Хоккеистов у нас хороших хватает. Талантливых хоккеистов, которые готовы выступать на самом высоком уровне, их хватает, слава богу. Но у нас, конечно, существует определенная проблема, особенно до недавнего времени, с инфраструктурой. На весь наш довольно большой город, более 700 тысяч населения, у нас был всего один ледовый дворец до буквально последних дней, потому что тот дворец спорта имени Титова закрывался на некоторое время на реконструкцию, и город оставался вообще с одной единственной ледовой площадкой. Естественно, этого катастрофически не хватало. Мы благодарны новому собственнику Титов-арены, что к проведению международного турнира этот дворец открылся, и открылся в таком виде, что он готов сейчас принять большое количество зрителей, готов создать условия не только для хоккеистов, но и для зрителей, для болельщиков. Но с этим, конечно, остаются еще большие проблемы. Нам есть чему учиться, в том числе и указания в этом отношении, вот к такому подходу, целенаправленному системе. Это дорого быть хоккеистом? Конечно, дорого. Это большие расходы, которые ложатся не только на плечи родителей, но и на бюджеты, и на бюджеты вузов, и на бюджеты регионов. Поэтому, естественно, этот спорт интересен, но он очень дорогой. Айдар, почему у вас родители, тоже в таком юном возрасте, 6 лет, решили отдать в такой дорогой спорт? Потому что мама меня привела на ледовую площадку, показала и сказала, тебе нравится? Я сказала, да. Поэтому после этого начали заниматься, она нашла финансы, у кого-то спросила форму. Финансы очень большие уходят именно на содержание ребенка, именно в хоккее. То есть не каждый родитель способен на это. А если бюджет у Дюш имеется, то, безусловно, они выдают форму, клюшки, помогают родителям, в первую очередь, меньше тратиться на ребенка. А если он способен, то и в дальнейшем помогают расти уже как хоккеисты. Помимо того, что это дорогой спорт, это еще и травмоопасный. Сергей, можете поделиться своим опытом? Вы тоже хоккеист. Были ли какие-то травмы? Ну, разумеется, тут без травмы не обходится, поэтому конкретно, если брать мой случай, то, как я думаю, процента 90 хоккеистов профессиональных у меня нет. Точнее, уже вставленные зубы передние выбивали, то есть обычные травмы, переломы, ушибы, это обычное дело. Если возвращаться к турниру международному студенческому, расскажите, как вообще так получилось, все сложилось, что он состоялся? Вы знаете, это большая работа, большая работа целого, большого коллектива, который целенаправленно готовился на протяжении многих месяцев, потому что, когда мы узнали о том, что мы получаем право провести подобный турнир, конечно, началась большая подготовительная работа. Честно говоря, когда мы ее начинали, мы даже не предполагали, что настолько будет много задач, настолько будут они разнообразные, и их надо будет решать в очень сжатые сроки. Какие проблемы, прежде всего, были? Проходилось больше интенсивностью, потому что чем ближе к началу турнира, тем этих вопросов становилось больше, они, точнее, становились, скажем так, более объемными. Поэтому огромная благодарность всем тем, кто принял в этом участие, самое разное, финансовое, организационное и так далее. Но вот благодаря усилиям всех, большого вот этого количества людей, этот турнир состоялся. Айдар, расскажите, вот вчера ваша команда проиграла чехам, считаете ли их фаворитами или кого-то еще? Тяжело сказать, кто фаворит, и уже будем смотреть в дальнейшем, как кто сыграет принципиально. Сегодня вы играете с нашей командой, как настрой у вас? Настрой всегда боевой, только победы. Нам уже ошибаться нельзя, потому что групповой этап может обернуться плохо и можно вылететь быстро. Как говорил наш тренер, турнир очень быстро проходит. Две игры выиграл, и ты уже в финале, или две игры проиграл, и ты едешь домой. Вчера наша команда разбомбила американцев. Как ей это удалось? Потому что американцы, не знаю, они победу выхватывали силой буквально. Да нет, я бы не сказал, что это была какая-то феерическая победа или разбомбили. Нет, игра могла сложиться как в ту, так и в другую сторону. В определенном смысле, конечно, где-то есть спортивное везение, без этого тоже никуда нельзя. Но надо сказать, что мы готовились к этой игре, и все ребята знали, на что способны американцы, потому что с ними уже были игры. Это особый североамериканский стиль хоккея, которому тоже были готовы, которые понимали. Удалось вовремя реализовать свои возможности, но, к сожалению, и не реализовали тоже. Присутствие такого количества зрителей и такая атмосфера на матче, она гнала вперед наших ребят, но при этом они потом признавали, что все равно определенный мандраж, конечно, был. Потому что тут на тебя, как на команду хозяев, накладывается особая ответственность. Не выступить достойно перед собственными зрителями, не ошибаться, не проиграть. Поэтому я не считаю, что это феерическая победа или разгромили мы сборную Соединенных Штатов, но это заслуженная победа, безусловно. Заслуженная трудовая победа. Сколько будет длиться турнир? Турнир продолжается до 6-го числа. 6-го числа будут сыграны финальные матчи. Сергей, расскажите, как вы думаете, почему пользуются популярностью студенческий хоккей? Ведь, я так понимаю, зрителям больше привлекает, когда играют, но уже зрелые, настоящие профессионалы. Да, вы знаете, все-таки студенческий спорт, он в принципе активно развито. Ну и большое количество игроков, то есть это игровой вид спорта, поэтому это очень... Сам все хоккей очень зрелищный, да. Опять-таки, брать вчера открытие чемпионата, да, Динамо Барнаула, американской сборной. Если вы находились на этом матче до мурашек, действительно до мурашек. То есть это аншлаг, это борьба, это накал, то есть и силовые приемы, и драки были, и были красивые голы. То есть это очень зрелищно. Еще раз напомню, что вы встречаетесь с нашей командой, да. У команды какой настрой? Настрой только победить. Я же уже повторял то, что у нас нет права на ошибку. Если мы проигрываем, мы вылетаем уже с группового этапа за поле слабое, там, за последние места. Но вы в победе уверены? В победе? Мы не можем быть не уверены в победе. Нам она нужна, как воздух. Мы будем биться и доказывать уже молодой командой то, что не надо списывать нас со счетов после поражения с чехами. А запрещенные приемы будете использовать, как американцы? Мы не играем грязно. Мы будем показывать характер и биться до последнего. Спасибо большое за беседу, что нашли время приехать к нам в студию. Ну а я напомню, что сегодня о международном студенческом турнире мы беседовали с капитаном и тренером по Волжской госакадемии физической культуры, спорта и туризма Сергеем Влокиным и Айдаром Незамиевым, а также с начальником студенческой хоккейной команды «Динамо Алтай» Михаилом Тяпкиным.